Здравствуйте! С вами вновь Ермулина Татьяна. В этом выпуске мы говорим о неделе с 20 по 26 декабря. Итак, у нас уже намечается конец года. И мы с вами подходим к завершению не только года, но к завершению очень сложного аспекта, который в течение года нас преследовал. Ходил за нами по пятам. Это аспект между Сатурном и Ураном, который, с одной стороны, нам говорил, что вот тебе перспектива, вот тебе новая, вот давай и бери, иди туда. Ты хочешь перемен? Дерзай. А с другой стороны, обязательства нам говорили. Никаких перемен. Сейчас ты должен делать вот это. И это самое главное. Вот это конфликтующее внутри нас или между нами обстоятельствами жизненными приводило очень многие жизни, очень многие судьбы, очень многие настроения. Ну, такой вот в полный кризис. И, кстати, в декабре этот кризис вполне мог реализоваться, по тому же сценарию, по которому он реализовывался и в мае, и июне этого года, и даже в январе-феврале 2021 года. Вот о чём я говорю. О том, что квадрат между Сатурном и Ураном в декабре становится опять точно. И вот, пожалуйста, на этой неделе, 24 декабря, мы с вами этот квадрат, собственно говоря, проживаем ещё раз. Вот так вот. Когда он будет вот прям, ну, кульминация его намечается, она на пятницу. На пятницу. Но в течение всего периода, то есть вот этой всей недели, ну, скажем так, проблематичность, движение вперёд сохраняется. И, скорее всего, вот сейчас мы получим стопор или ступор, да, в отношении всех наших новых планов. Ну, в целом, наверное, декабрь — это не самое такое время для начала нового, хотя всё зависит от конкретно взятой судьбы или хотя бы от знака зодиака, под которым вы родились. Однако вот эта неделя, ну, на самом деле, не очень удачная для новых начинаний. И, пожалуй, она нас, наоборот, обращает в прошлое и требует, чтобы мы, наконец-таки, с обязательствами разобрались. И если мы этого ещё не делали, ну, вдруг вы оставили всё на последний день, да, то этот последний день, считайте, настал. Он настал прямо с 20 декабря, и он закончится где-то в районе 28-29 декабря. Вот действие, сильное действие этого аспекта, оно закончится в этом периоде. Хотя я думаю, что даже остатки вот такой отголоски будут звучать до середины января, пока Уран не развернётся в директное движение и не выйдет на новый этап, да, на новые градусы, по которым он будет проходить уже в течение следующего года. Итак, пятницу мы характеризуем как кризисное время, в котором мы можем встретиться с серьёзными препятствиями, и поэтому пятницу мы считаем не очень удачным временем, в принципе, для каких-то серьёзных дел. Что касается понедельника, вот так вот перескакиваю на начало недели, но было важно сориентировать вас вообще, в принципе, по характеру недели, да. Что касается начала недели, то понедельник достаточно удачный день, но тут важно понимать, что он удачный ровно для того, чтобы как раз-таки заниматься теми делами, которые, например, вот по какой-то причине в коридоре затмений мы подзабыли. Ну, скажем так, какие-то решения принимались, но не очень серьёзные, и мы всё откладывали, ну вот потом, вот потом, вот потом. Дойдут руки, я обязательно займусь. И вот руки доходят, вот руки ваши доходят, следите за ними. Понедельник, солнце в аспекте к Юпитеру. И это прекрасное время для того, чтобы реализовались те самые задумки, все те самые идеи, все те самые амбиции, которые мы с вами не могли реализовать до этого. То есть декабрь, ноябрь, может быть, было время не самое удачное. Но даже если это всё происходило, то пора это, по крайней мере, или переводить на новый этап, или, может быть, завершать. Ну, в общем, на каком-то таком хорошем, позитивном акценте что-то с этим сделать. Хороший также это день для переговоров. Но надо учесть, что они могут внезапно начаться и внезапно закончиться. То есть как-то ураническая энергия сильно действует на планету Меркурия, и это может привести к каким-то внезапным переменам в ходе разговора. Но даже если разговор получится что внезапно в начале, что внезапно в конце, в целом он будет иметь конструктивный эффект. Но, с другой стороны, мы, конечно, с вами любим те самые разговоры, которые у нас легко контролируются, и они, ну, скажем так, планируемы, да, и по своему содержанию, и по ходу того, как диалог будет вестись, и по своему результату. Если нам нужны ровно такие разговоры, то, конечно, понедельник не очень удачное время для подобных вещей, потому что здесь, скорее всего, про спонтанность и про умение вовремя поменять, да, поменять ситуацию, поменять свое отношение, словировать вот в том изменении, которое произошло. Кстати, вторник вполне может тем же самым отличаться, чем и понедельник, то есть вот удачное время для проектов, удачное время для спонтанных разговоров, которые могут быть очень важными, но мы помним с вами, что 21 декабря, это время перехода солнца в знак Козерога, а Козерог, Рак, Овен и Весы, это те точки рэперные на пути, на зодиакальном круге, или на эклиптике еще это называется, солнце, при которых он, конечно, очень серьезно, вот, скажем так, не он сам, а серьезные перемены в жизни происходят, в том смысле, что закладывается новый жизненный этап, и он соответствует определенному циклу, который начинается, когда солнце заходит знакомо, это 20-21 марта, происходит где-то вот в этих числах, вот, а вот как раз-таки какой-то его такой самый последний переломный этап происходит, когда солнце доходит до первого градуса Козерога, еще это называется день зимнего солнцеворота, мы знаем его как день, когда самая длинная ночь, да, и самый короткий световой день, вот, но с этого момента что появляется? Появляется надежда, на тепло, на свет, да, на рост, потому что с этого момента увеличиваются световые сутки, и вот этот как раз метафора, вот этого увеличения света по отношению к тьме, она здесь очень важна, потому что с этого момента человек живет как бы на запасах, которые он сделал до этого всего периода, да, то есть уже все, все посеяли в свое время, да, все взрастили в свое время, все в свое время собрали, а сейчас надо продумывать новый этап, который начнется, ну, если мы пользуемся этим циклом солнечным, он начнется, конечно, с переходом солнца вовна в марте месяце, да, но на продумывание этапа нам дано три месяца, и вот эти три месяца нужно стратегии эту хорошенько просчитать, и, конечно, она должна быть с учетом чего просчитана? С учетом полученного опыта, ведь козерог, это как раз тот самый знак, который всегда, опыт, скажем так, он ставит его, по крайней мере, на одну планку по значимости, на одну ступень, да, с любой материей, которую он получает, то есть опыт для него точно так же значим, как и материя, поэтому козерог это очень такой, ну, стабильный, фундаментальный сам по себе знак, так что, не забываем об опыте, и начинаем, исходя из того, что мы получили в качестве опыта, в качестве ресурсов, мы начинаем строить стратегию на следующий год, и понимаем, что какое-то время надо жить на тех запасах, которые мы сделали за время, когда было много солнца, когда было много солнечной энергии, то есть за проход солнца от овна до весов, и это, конечно, день, когда небеса нас слышат, без всяких там костылей, там, в виде бубнов, не знаю, и чего-то еще, да, магических шаров, просто обращение к как бы вот этому информационному полю, Всевышнему, кто как называет, все то, что над нами, все то, что нас сильнее, но в какой-то степени всегда с нами, да, вот это обращение, оно сейчас может серьезно ускорить какие-то процессы в вашей жизни, и реализовать желаемое, так что просите у небес то, что вы хотите, рассказывайте ему о своих страхах, рассказывайте ему о своих надеждах, о своих самых сокровенных мечтах, я уверена, что небеса в этот день вас услышат, а вы сами интуитивно для себя выберите тот самый способ диалога с ним, самый правильный для вас, который вам подскажет внутренний голос. Это 21 декабря, обратите на него внимание. Ну, что же касается выходных, выходные у нас пройдут под знаком аспекта Венера-Плутона. Значит, этот аспект начался, как вы помните, где-то в районе 9 декабря. Его первое точное соединение Венеры-Плутон было в субботу 11 декабря, и вот сейчас второе точное соединение 25 декабря в эту субботу вновь, да, то есть через две нители ровно Венера, повернув ретроградное движение, вдоль добегает до Плутона. Аната пятится вспять, он идет наоборот навстречу ей, и вот они совместно, они уже встретились. Они встретятся еще третий раз, но это будет уже в 2022 году. А вот сейчас в декабре мы проживаем как раз-таки две встречи. Ну, и поэтому, конечно, выходные пройдут под знаком интенсивных каких-то переживаний эмоциональных по поводу отношений с другими людьми. Да, и эти отношения, они, ну, скажем так, все эти отношения будут подвергнуты какой-то критике. Ведь козерог это все-таки не самый такой приятный знак для расслабленной Венеры. В нем она становится жесткой, категоричной, такой дуальной, да, плохой и хорошей, то есть нет какой-то середины вот этой мягкости и конформизма, который вообще в принципе для Венеры характерен. Так что это, к сожалению, может привести к, нет, не к конфликту, к холодности, да, к вот сепарации такой между людьми. Что мы можем сказать совершенно безэмоционально, почти в официальном тоне претензию, которая очень сильно заденет другого человека. Мы вроде даже и не хотели. Мы-то хотели просто донести до него объективное, а так получилось, что от себя человека, ну, скажем так, оттолкнули. Поэтому это условно-кризисное время, 25-26 декабря для отношений. С другой стороны, есть тут момент такой, что как раз вот это время самое мощное для того, чтобы возвратиться в прошлое, в прошлое отношения, в прошлой симпатии. Ну, плюс это выходные, у всех есть время, да, поболтать, пообщаться, встретиться. Так что ждите вести из прошлого или сами подайте эту весть кому, тому, с кем бы вы хотели пообщаться. Ну, скажем так, по поводу дальнейшего, будущего, да, этих отношений, сейчас мне сложно предсказать, что будет очень непростой аспект. Он может перевернуть сознание, он может очень-очень сильно такую эмоцию создать мощнейшую, да, и привязанность, и отторжение одновременно. Вот, но если, как бы, вы готовы рисковать своим эмоциональным спокойствием, то сейчас самое время какое-то приключение вляпаться. Ну, что ж, мне кажется, что неделя, с одной стороны, такая, ну, действительно, как будто бы, вот, на самом последнем исходе сил держимся, да, и что-то черпаем оптимизм, как вот, какими-то вот этими кофейными ложечками, а то даже и такими игрушечными. Ну, с другой стороны, ну, это все проходит, потому что вот он этап, все, вот завершается этот год, и с ним завершается вся-вся-вся вот эта вот, вот эта вся сложность, вот эта вся неопределенность. Мы входим в новое. Я надеюсь, что вы смотрели мои прогнозы по знакам зодиака на следующий год. Если даже что-то еще не посмотрели, то обязательно посмотрите. Какую-то часть уже выложила, какую-то только-только выкладываю. Но давайте с вами обсудим этот прогноз тоже на моем телеграм-канале «Астрология с Ермолиной Татьяной». Подписывайтесь на него, переходите в поисковик телеграм, там эту фразу забивайте, подписывайтесь и задавайте мне там вопросы. Я готова комментировать в том числе этот прогноз и любые другие, которые есть на ютубе. И напоминаю, в моем инстаграм-аккаунте татьяна.ермолина.про сейчас идут розыгрыши. Вот сейчас идет розыгрыш, получается пока что еще украшений от ювелирного магазина «Аберхолл» и розыгрыш на сертификаты для моих курсов. А следующей неделе у нас другие призы. Они тоже невероятно интересные. Я все-таки интригу буду держать. Не расскажу вам, что именно я разыгрываю, но это тоже два вида призов. Так что подписывайтесь на меня в моем инстаграм-аккаунте и участвуйте в моих конкурсах. Побеждайте в них, получайте призы. Ну что, всего вам хорошего, до новых встреч и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok